В селе Большое Гнатово прошел традиционный праздник Велень-Оскс. Фестиваль имеет глубокие корни в истории народа и является одним из самых значимых событий в культурной жизни ерзян. Это и в былые времена, несколько веков назад, наши предки собирались и также вместе. Сначала клич пускали по всем местам, где наши сородичи проживали. Но раньше мы как-то все равно компактнее жили, это потом мы как-то разошлись по всей земле, можно сказать, не только по России. Даже в Канаде, вы знаете, что есть целое селение, где живут эрзи. И собирались тоже так же, сначала молений, кинешки пазу, очень верили кинешки пазу, что поможет. Много песен, танцев и веселья, все по традициям мордовского народа. Но самое важное, в праздник Велень-Оскс, эрзиане проводят различные обряды и поклоняются своим предкам. Обряд начинается с призывного клича под звук труп Торама. После зажигается родовая свеча и народ обращается к божеству, прося о хорошем здоровье, урожае и защите от злых сил. И немаловажный элемент ритуала – хоровод, вкруг которого зазывают все гости праздника. На Велень-Оскс собрались не только жители Мордовии, но и гости со всей России из соседних стран. Кто-то приехал, чтобы познакомиться с ирзианской культурой, а другие – вспомнить свое детство в селе. И даже путь от Эстонии до Большого Игнатова не стал преградой. Праздник Велень-Оскс означает для меня, прежде всего, моя родина, поскольку я сама родом отсюда, с Большого Игнатовского района. Это повод для того, чтобы встретиться со своими родными, почувствовать сопричастность к Большого Игнатовскому району, где я родилась. Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что они нас объединяют, дают возможность встретиться, дают возможность поговорить на своем родном языке. Это дает очень мощную энергию и подпитку на целый год вперед. На праздники не только культурно обогащались, но и развлекались. Мастер-классы по народным ремеслам, спортивные состязания и конкурсы, выставка умельцев декоративно-прикладного творчества и, конечно, дегустация традиционных блюд. У нас очень большое разнообразие блюд. Окрошка, национальное блюдо – яичница, национальное блюдо – чапа-маловсу. Затем у нас лапшовник – тоже национальное блюдо. У нас каймашки – это самое вкусное, что, скажем так, мордовская кухня придумала. Потом у нас разнообразие солений, у нас есть пироги – очень красивые, очень вкусные. Все блюда готовились по старинным рецептам, которые сохранились по сей день. Праздник Велень-Оск стал настоящим мостом между разными поколениями. Ведь главная идея фестиваля – это сохранять и передавать традиции мордовского народа. Ксения Бебинова, Игорь Гангаев. Наши новости из Большого Игнатова.